У нас в гостях Петр Ляпен, технический директор компании WavePoint. Только что Петр рассказывал интереснейший доклад про офисные приложения. Мы сегодня с вами уже несколько раз затрагивали тему офисных приложений, говорили о том, что это действительно стал неким новым трендом, продуктивити и в обычные, казалось бы, всем привычные продукты Excel, PowerPoint, Skype, Link. Огромное количество разных партнеров, разработчиков интегрирует в свои решения. И мы сегодня с вами говорили об этом как о тренде, а рядом со мной сидит коллега, который уже сделал такую попытку, уже реализовал на себе. И сегодня мы просто поддаем какие-то уточняющие вопросы Петру, спросим, как же он это сделал. Петр, очень рада вас видеть. Можно пару слов о вашей компании? Расскажите, чем вы занимаетесь, как долго существуете, как многого, чтобы все наши зрители, которые вас смотрят, еще раз о вас узнали лучше. Так, компания называется WavePoint, и в основном компания занимается разработкой сейчас своих решений, которые позволяют тем или иным способом автоматизировать или повысить продуктивность в работе компании. У нас есть ряд своих продуктов. Один из этих продуктов мы разрабатываем в партнерстве с нашим компанией-партнером Коррес Консалтинг, называется Copoint, если в двух словах, это такая система-конструктор, которая позволяет автоматизировать различные процессы в компании путем построения процессов из блоков определенных. Соответственно… То есть это какое-то B2B-решение для компании, да? Да, это B2B-решение. Оно используется в ряде компаний, как за границей, так и в России. И оно довольно интересно в плане автоматизации и в плане текущей конференции. Мы представляли некоторые варианты интеграции этой системы с офисными решениями. Как вообще возникла мысль интеграции с офисом? Для чего, почему вы на это смотрели и какие задачи вы хотели решить, интегрируя свое решение с офиса? Ну, во-первых, у нас постоянно при работе с клиентами возникают какие-то премиотичные места, которые мы видим, что можно улучшить. И изначально мы эти улучшения делали путем, например, разработок каких-то настроек для Excel. Изначально это было только в Isto и VBA-решение, а где-то два года назад у нас появился новый способ. И к тому времени у нас уже была готовая настройка для Excel, которая решала ряд задач. К Office Store мы пришли, когда он только вышел, мы поняли, что это новая волна, и мы можем на этой волне как-то продвигать наши настройки и перенести часть функционала из основной настройки в виде приложения Office Store. Так, значит, знакомство началось с офисом. Дальше оно продолжилось после знакомства с коллегами из Microsoft. Они нам предложили подумать не только на B2C сценариями, но и на B2B сценариями. И у нас идея появилась реализовать интеграцию с нашей системой CapOint. Я понимаю, что ваша система изначально — это достаточно сложное архитектурное решение. Тут офис. Офис. Насколько сложно было технологически сделать связку между вашим решением и вроде бы как абсолютно чуждым решением офис? Заняло ли это у вас годы или больший период? Нет, это у нас, естественно, не заняло годы и даже не месяцы. Вся разработка настройки заняла примерно полторы недели в общей сложности. И в основном это происходило за счет того, что мы могли переиспользовать те компоненты, которые у нас используются в основном продукте, так как он веб-решение. Мы могли взять части какие-то фреймворка, используемые в этом решении, и перенести их просто в настройку в том виде, как они были. И за счет этого переиспользованного кода у нас получилось очень быстрое написание настройки, причем не просто настройки, которые решают какую-то определенную задачу, а очень гибкой настройки, которая может не только, например, у нас в компании использоваться, потому что изначально мы именно для себя ее разрабатывали. Она может использоваться и в компаниях, которые используют наш продукт, и мы собираемся в дальнейшем предлагать им это решение как один из дополнительных каких-то бонусов при работе с нашей системой. А насколько нужно ли было вашим специалистам проходить какую-то компетенцию техническую именно по офису? Или текущих знаний, которые были сегодня, сейчас в вашей компании хватило, чтобы сделать эту интеграцию? Естественно, потребовалось какое-то время для изучения API, потому что это новое и требует обучения. Но в плане именно компетенций у нас не нужно было набирать каких-то новых разработчиков, потому что у нас были веб-компетенции уже в компании давно развиты, и эти же компетенции мы использовали при работе с Office Store и при разработке… То есть, по сути, можно сказать, что веб-разработчик, который достаточно профессиональный и является экспертом на рынке, для него несложно изучить все то, что касается офисного API. Мы вот недавно общались с вашим коллегой, который говорил, что если человек мобильный разработчик и пишет под Windows, то это занимает где-то один-два дня понять, что такое офисное API. Вот, судя по всему, для веб-разработчиков это тоже релевантно. Да, оно очень похоже на веб-разработку, то есть разработка настроек для Office Store, она очень похожа на разработку под такой фреймворк, который сейчас Cordova называется, да, или PhoneGap в прошлом. Соответственно, очень похожий принцип. У нас есть какой-то iFrame, который взаимодействует с внешней средой посредством определенного API. В Office Store и в настройках для офиса то же самое. У нас в офисном приложении открывается iFrame, у него есть API, которая позволяет взаимодействовать с тем, что вокруг, то есть это может быть Excel, PowerPoint или Word. Я хочу обратить внимание всех тех, кто смотрит нас онлайн. Мы с вами совсем недавно обсуждали, что любой мобильный разработчик, который пишет под Windows, может прямо сегодня, сейчас попробовать начать писать под офис. Это займет один-два дня, и в принципе ваше офисное приложение будет готово. То, что сейчас нам рассказывает наш коллега, это то, что если вы веб-разработчик, то это все тоже релевантно для вас. И, возможно, у вас нет какой-то сейчас конкретной идеи офисного приложения, но вы хотите попробовать сделать какую-то часть функционала под офис, это все очень легко, возможно, один-два дня, и можно посмотреть, что из этого выйдет, поиграться с прекрасным офисом. У меня вопрос чуть в сторону технологической части вашего продукта. Вы создали приложение, офисное приложение. Что дальше с ним будет происходить? Когда мы говорим про Windows-приложение, iOS, Android, здесь все понятно. Есть разные магазины приложений, мы разместили их туда, дальше происходит некая промо-компания, маркетинг, и пользователи находят своих героев. Что происходит в случае с офисным приложением? Как вы видите ваш путь распространения и продвижения этого приложения? Ну, естественно, основной путь — это аналог тех же Office Store. Office Store — это аналог application store для Apple или Google Play для Android. То есть для Office вы разместили свое приложение в Office Store? Да. Я хочу обратить внимание, что для офиса есть свой магазин приложения Office Store, поэтому создавая приложение под офис, вы можете также размещать в отдельный магазин приложений под офис. И коллеги это уже сделали. На данный момент у нас там опубликовано 5 настроек, они все для Excel. И вот настройку для Outlook мы планируем опубликовать примерно в месячной перспективе. К тому времени она уже должна работать не только вот с конкретно нашим случаем, а быть такой настраиваемым, именно быть последователем нашего продукта Capoint, который является настраиваемым, эта настройка будет настраиваемым. Мы уже собираемся предлагать ее, начинать предлагать существующим клиентам. И, возможно, при будущих продажах это будет дополнительный какой-то плюс нашей системе, потому что, как, наверное, уже говорили, тут офисные настройки, они не только работают с дистоп-версиями приложений, да, офисных, но они еще работают и на мобильных платформах. Например, в случае с Outlook мы можем взять Outlook там для iPad, Outlook для iPhone, открыть там наше приложение и сделать все то же самое, что мы можем делать в дистопе, только с телефона. В нашем случае это очень большой плюс. Мне кажется, здесь очень важный момент, то, о чем вы говорите, что получается, в случае с собственными приложениями, помимо новых пользователей, которые могут прийти к вам от тех, кто пользуется офисом и на iPad, и на Android, и на Windows, от тех миллиардов людей, о которых говорили мы со сцены, но все мы понимаем, что до того, как пришел этот миллиард к вам, есть ваша текущая пользовательская база, с которой уже есть, уже сегодня, это и есть та какая-то первая аудитория, с которой вы начинаете работать, и для них это, по сути, инструмент повышения лояльности, общение с этой пользовательской базой. И, в принципе, уже сама по себе эта задача тоже важна и нужна. Если это еще и приведет новых пользователей, то, конечно же, это прекрасное расширение вашего бизнеса. Правильно я вас услышала? Да, все правильно. Хорошо. Спасибо большое. Скажите, привлекаете ли вы к вашему решению, возможно, свежую мы, разработчику, вот нас смотрят сейчас тысячи людей, могут ли они быть вам чем-то полезны? Хотите ли вы открывать API, возможно, собирать идеи или ресурсы, или ищите ли вы кадры? Нужны ли вам эти новые идеи от коллег, которые смотрят нас в онлайне? Конечно. Мы вот с Константином Гольцчейном из Microsoft опубликовали буквально сегодня с утра подробное описание нашей B2B-настройки в блоге Microsoft, на Hubber Hubber. И там как раз я задаю аудитории вопрос о том, что если у вас в процессе прочтения настройки блога родились какие-то идеи, пожалуйста, пишите их в комментариях, мы будем с удовольствием их обсуждать, и, возможно, это приведет к появлению каких-то новых решений, которые позволят всем делать работу в офисе еще более продуктивной. Поэтому, пожалуйста, если у слушателей будут какие-то идеи, можно там их опубликовать, и мы с радостью всех их прочитаем и ответим. Спасибо. Я призываю всех слушателей писать нам на Twitter MBLT, где все идеи и пожелания. Очень эмоционная компания, которая одной из первых решила сделать офисное приложение, опубликовала ее в Store, и я очень верю, что сможет успешно использовать это приложение и привлекать новых пользователей. А вы делитесь идеями и комментариями, будем вместе с вами помогать прекрасной компании WavePoint развивать свое решение. До новых встреч!